Над этой книгой работал большой авторский коллектив, но объединил все материалы в единый сборник Алексей Плотников. Именно поэтому на презентации все старались получить его подпись на книге, а сама презентация издания началась с исторического экскурса. Пустош паренька меньше верхняя, да пустош паренька нижняя на Каширской дороге, и нея обретая название, видная, а пареньки тоже. В книге, посвященной 55-летию образования Видного, собраны материалы, рассказывающие об истории Видного, его становлении, о людях, которые оказали влияние на судьбу города. Ряд фотографий и документов широкая публика увидит впервые. Вот это непередаваемое ощущение открытия, которое ты сделал вот здесь, сейчас, раскрыв папку с какими-то никогда никем, никогда не открываемым документом, ты вдруг открыл документ, и он относится к истории Видновского края. Там или события, или о человеке. Это самое дорогое ощущение. На презентации книги присутствовали представители руководства муниципалитета, члены авторского коллектива, рядовые жители Видного. И все выступающие оценили кропотливый труд и любовь, с которой было сделано издание. Это издание будет жить в веках и всегда может. Вот поверьте, будет 60 лет, будет 70 лет, она всегда будет актуальна, хотя бы для того, чтобы посмотреть, что было и что сейчас. Книга носит название «В будущее устремленный». Ее объем 200 страниц и выпущена она тиражом в 500 экземпляров. Те, кто уже познакомился с ее содержанием, отметили не только историческую, но и литературную ценность издания. Сегодня по-разному относятся люди и к литературе, и к искусству, и к книгам. Пусть наши дети, ваши дети летят в алкоголы по России и несут эти золотые зерна, которые сеете вы. Изучение истории Видновского края – процесс непрерывный. Автор и составитель издания Алексей Плотников поделился, что работа над новыми книгами ведется постоянно. Я шел на эту презентацию, а мне звонит Глейхман. Как там дела с нашим альбомом, посвященным оркестру русских народных инструментов. В то же время мы буквально вчера разговаривали с отцом Ильей. С ним работаем над книгой о храме, об известном храме в селе Остров. Так что работы, отдыхать некогда. А нам остается ждать новых книг и новых интересных историй о Ленинском городском округе и людях, которые в нем жили и живут. Максим Козлов, Сергей Ларин, Видное ТВ.